У кого я прошу тогда силу развития? У себя? У Творца? Кто это Творец, который вне меня? Я не знаю, что значит «вне меня». Я прошу у Творца, у того Творца, о котором я знаю. Здесь как будто есть два подхода. Я не знаю, с кем ты сейчас говоришь? Встань, встань! С кем ты сейчас говоришь? С частью моего желания. Да, видишь, как он с тобой играет? Я могу понять, что ко мне приходит свет, и мой эгоизм его распределяет как внешнюю часть и внутреннюю часть. Но Творец тоже мне так кажется. Да? Ну хорошо. Относись к нему, как ты сейчас относишься ко мне. Как будто я вне тебя. Но все равно у меня есть такое представление, что это какая-то нейтральная сила Творец, которая приходит ко мне. Когда я прошу у окружающего света силу изменения. Ну хорошо, думай обо мне так же. Я думаю о тебе так же. Ну и все. Так и все. Вот эта дуальность, она пройдет только, когда ты пройдешь к постижению. То есть, когда мы говорим, что мы хотим получить желание, мы ведь наполняем свои желания. Да. Ты всегда наполняешь только свое желание. Если ближнее, это ты. То есть, в конце концов, ты приходишь к малых бесконечностей, когда ты единственное творение, единственная душа, которая находится в слиянии с Высшим Светом, с тем, что в тебе, Светом, который в тебе, ты тоже не постигаешь тогда, что вне тебя все в тебе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!